Вчера заказали, сегодня... Бонжорно! Сальва, а тут и бен ретаруватис в нашем канале. Добро пожаловать на наш канал, мы рады вас приветствовать. И сегодня мы очень в потрясающе красивом месте. Посмотрите, какая панорама сзади нас. И мы... Мы приехали в городок, название которого мы забыли. Здесь находятся термы, то есть из-под земли. Источники воды, которая лечебная. Здесь находится санаторий. В общем, прекрасное, красивое место в горах. Осенью особенно прекрасно. Да, это к слову тому, что посетить осенью. Посмотрите, какая красота, все в золоте, тепло. Просто потрясающе. Поэтому, если вы выбираете время сентябрь, октябрь, ноябрь, сегодня 1 ноября, то вы точно можете попасть в такое сказочное место. Сегодня мы расскажем про службы доставки в Италии. Почему это важно? В общем, сейчас, особенно во времена ковида, от службы доставки зависит весь интернет-бизнес. Продажи через интернет, покупки через интернет. Да, скажем так, что первые столкнулись мы с доставкой. Это как раз-таки, когда все закрыли. Так как я художник, и мне постоянно надо покупать товары, было через интернет, либо в магазинах художественных. Все было закрыто. Стал вопрос, где это делать. И мы, естественно, начали искать сайты. Это Amazon. Да, в Италии 2 самых крупных платформы. Это Amazon и eBay. Вот так доставляет курьер, когда нет дома нас. Просто кладет коробку снаружи. И ведь никто ее не забирает. Полдня простояла она здесь. Мое было удивление. Сразу скажу, что когда мы заказали мне 4 холста и краски, не поверите, но они пришли на следующий день и рано утром. То есть моментально. Я была в шоке, потому что, когда мне надо покупать в магазине, мне надо было ехать в этот магазин, тратить около 50 минут туда-обратно. То есть, сами понимаете, это в другом городе. А тут сидишь дома и тебе только заказал. И уже бывало так, что даже к вечеру приходила, если утром заказала. Это очень меня порадовало. И мы тут стали все заказывать через интернет. Все, что хотим, потому что доставка здесь нас порадовала. На самом деле в Италии, наверное, есть множество сервисов доставки. Все мировые. DAKL, GLS. Но на самом деле в Италии очень хорошо и работает сама почта. На Амазоне заказал себе наушники. И они дошли... Мы живем в Абруссо. Наушники отправились с севера Италии, дальше Милана. Почему-то Амазон... У Амазона есть своя служба доставки. Ну, в этом случае они отправили почту. И, в общем, на следующий день у меня наушники были. То есть в Италии почта работает достаточно хорошо, быстро. Плюс еще почта несет на себе дополнительные функции. Также почта – это банк. Допустим, у нас открыты два счета. Это два счета на почте открыты. В общем, есть карточка банковская. К чему вообще наше это видео? О том, что вы спрашиваете про бизнес в Италии, как заработать в Италии, когда вы приезжаете. И вот как основной вид заработка это может быть товары, заказанные через интернет. То есть оформление интернет-магазина. Потому что если доставка быстрая, то, соответственно, вы можете хорошо наладить этот бизнес, создать интернет-магазин. И так как в Италии, помимо, как мы уже сказали, есть доставки, есть службы DHL, также и почта итальянская. Это говорит о том, что вы можете прийти на свою почту, отправить посылку, и она 100% быстро дойдет. Потому что мы в Санкт-Петербург отправляли открытки, отправляли письма, какие-то небольшие пакетики. В общем, почта, как главная служба доставки, она здесь работает хорошо. Вот, как мы уже сказали, есть другие... Ну, сейчас расскажем немножко о... Как это сказать? О курьезах. О курьезах. Такое тоже случается, и вы должны об этом тоже знать, что не прям вот все хорошо. Да, допустим, некоторые, ну, большинство курьеров почему-то не пользуются, не пользуются навигаторами. И это очень странно. Да, у нас были несколько случаев, когда... Мы живем сразу, скажем, в маленьком городке, который находится от самой провинции Пискары... От крупного города. От крупного города, там... В 20 минутах езды. В 20 минутах езды. Соответственно, некоторые работники служб доставок не совсем, как их назвать, ответственные. Они могут вам написать, что они доставили вам посылку, но на самом деле ее нету. Нет, они делают не совсем так. Они отмечают, что дома не было человека, но при этом никто не звонил, никто не приезжал. Они отмечают и приходится... Этим грешит доставка JLS. Да. Так уже случалось несколько раз, поэтому если... Напишите, если вы живете в Италии, случались с какими почтовыми службами. Службами доставки у вас были какие-то курьезы, либо... Приходилось ли вам самим забирать посылку? И уже несколько раз нам приходилось самим ездить в их центр, на их склад и забирать свою посылку. Вот. Как-то раз было к тому, что курьеры не пользуются навигаторами. Они приезжают в город и там на перекрестке спрашивают, а где тут живет Борис? И так оказалось, что на нашей улице живет два Бориса. Забавно. Один я, а второй парень итальянец. Ну, естественно, в баре знали парни итальянца и сказали его адрес, подсказали. И через... Я смотрю статус доставки картин, там, холст, я заказывал Олени Холст. Холст доставлен. Борис расписался. Борис расписался. Да. Да. Поразительно, что Борис был дома. Парень молодой, лет 17. А холста нету. В итоге через пару дней приезжает эта мама Бориса, говорит, ты случайно не заказывал себе какую-то посылку, пришла моему сыну. В общем, нашлась в итоге. Ну, это единичные случаи, но вы о них должны тоже знать и подстраховываться. Поэтому, если вы собираетесь открывать интернет-магазин, всегда знайте, что доставка должна быть у вас чуть длиннее, чем она получится, к вам дойдет. Соответственно, там, 14 дней на доставку, либо 20. Потому что бывают случаи, что вам придется поехать самому в эту службу и получить эту доставку. И бывает затеряется, но такие, по-моему, очень редко случаи. К чему мы вообще начали это видео? Просто у нас в комментариях начали достаточно часто спрашивать, как работает интернет, как работают курьерские службы. Ну, что говорить? Я сама, я художник, который продает картины через интернет. То есть через галереи, которые связываются с курьерскими службами. Мне на дом приезжает курьер, забирает мою посылку и отправляет. В основном, самое долго, у меня две недели шла картина. Это было под Новый год. Ну, так получилось, что Новый год... Там была проблема не в курьерской службе, а с документами. С документами, да. Да, поэтому задержалась. А так, в последний раз у меня картина в Америке оказалась через 4 дня. То есть это очень быстро. В одном из следующих видео мы расскажем одну из идей, как можно легко открыть интернет-магазин, чем торговать, как это делать. Да, и причем там не надо будет заказывать через интернет. Изначально товар, его просто можно будет... Где находить, да, где находить товар, где находить поставщиков. Обо всем этом процессе, как это все оформить и реализовать, сколько это примерно может стоить, сидя дома, сделать свой интернет-магазин и продавать в Италии. На этом зарабатывать, да? На этом зарабатывать. Об этом мы расскажем в одном из следующих видео. А сейчас мы, наверное, разбавим наше это заикание, запинание красивыми видами из нашего красивейшего, прекраснейшего региона Абруццо. Обязательно смотрите видео до конца. Смотрите, в какой красоте мы живем и где вы можете попутешествовать в регионе Абруццо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Заказал специально себе, сделал на день рождения подарок AirPods Pro и думал, что на них мы будем записывать качественный, красивый звук. Но не тут-то было. Оказывается, что AirPods нельзя использовать. То есть, если их одеть, то есть, допустим, обычную гарнитуру, которая идет вместе с телефоном проводную, вы надеваете и можете использовать как микрофон, то AirPods нельзя. Казалось бы, странно, вы же используете для разговоров по телефону. В чем фишка? Потому что эти наушники не рассчитаны на передачу данных, на хорошую передачу данных обратно в телефон. Они рассчитаны на прием данных из телефона. Вот поэтому, к сожалению, AirPods нельзя, нельзя использовать для записи звука. Ну что, будем искать новые формы связи, чтобы делать еще более качественное видео и звука и картинку. Поэтому следите. Пока-пока. Arrivederci.